Значит, у нас три шага становления языка. То есть язык возникает в три шага. Первый шаг можно назвать логическим, потому что здесь язык совпадает с логикой. Это значит, что язык имеет субъектно-предикатную структуру и не более того. Девочка веселая бежит. Это означает, что у субъекта есть два предиката. Это еще не собственный язык, но я думаю, что язык должен пройти эту стадию. В стадии установления субъектно-предикатной структуры. Логика вообще в языке не нуждается. Вы что делаете, Игорь? Вы что делаете? Заметки. А, это вместо конкаспектов? Ну да, думаю, что я буду на бумажке писать. А потом все равно туда. Логика в языке не нуждается. Когда мы с вами строим субъект, как вещь есть вещь, то это мысль, мы мысли в формах, а не в языке. До известного периода мысль в языке не нуждается, мы мысли в формах, а не словами. По существу, конечно, потом даем себе труд это выразить, формальное состояние выразить в языке, но эвристического смысла язык здесь не несет. То есть мышление не связано с языком непосредственно? Да, да, это банально, что мы мыслим в языке, это, разумеется, сопли, но мы с ним формами, а не словами. Нетривиально, потому что считается, что язык и мышление так тесно связаны, что мышление, по сути, языковое, а язык, по сути, мысли. Нет, я говорю, это очень распространенная вещь, я просто называю эту сомлями, потому что это очень распространенная мысль, но совершенно не... И даже вот хадиггерские поворотки языку вам могут с этим с вами? Да, поздний хадиггер особен об этом говорить, но к делу не имеет отношения. Мыслим в формах, а не в словах. Хотя это отдельное, это мучительное занятие, когда ты уже сложил форму в голове, когда мы говорим, если говорить не уходить от наших упражнений, когда мы говорим, что восприятие заключается в том, что отношение тьмы и света сохраняется, и одновременно происходит движение от коричневого к зеленому, от зеленого к синему, от синего к голубому, и при этом сохраняется отношение тьмы и света, то это мышление формы. Язык тут не нужен, ничего не помогает. Просто мы понимаем, как строится восприятие, как происходит филологическое событие, и ничем тут язык не помогает. Мы просто поняв это, можем это, слава богу, говорить языке, чтобы другие тоже знали. Ну, это означает, по сути, что есть некие структуры, которые, в частности, можно выразить в языке, но не обязательно, которые сами все верят. Ну, конечно, да. Конечно, если у спиноза... То есть это отношение? Да, если у спиноза субстанция имеет два атрибута пространства и протяжение мышления, то язык ему в этом никак не помог. Создание этой интуиции язык тут ни при чем. Он так это придумал, а потом написал об этом по-латыни. И вот на этой последней стадии, предязыковой, когда логика, ну, собственно, возникает логика, то есть возникает субъектно-предикатное отношение, логика по-прежнему в языке не нуждается, но язык, по-видимому, должен пройти в своем становлении, должен пройти эту стадию. Когда девочка веселая, девочка бежит, это просто субъект, один субъект, имеющий два предиката, без дальнейших различений. То есть само слово не дифференцируется, дифференцируется лишь... субъектно-предикат. Ну, дифференцируется субъектно-предикат. Без дальнейшей дифференциации. Вторая стадия, ее можно назвать геометрическая. Помните, я говорил, что о геометрии тоже есть признаки, но эти признаки неотделимы от сравнимых филов. Если мы берем два отрезка, я повторюсь, пропустили много, напомню. Все два отрезка, один больше, другой меньше, то больше, больше она такую вот собственную часть, нежели меньше. Эта часть является признаком, который отличает больший отрезок от меньшего отрезка, и она вполне может считаться признаком. Ну, собственно, является признаком. Но он не может быть вычленен из конкретного отношения меньшего и большего отрезка. Если он будет вычленен, он перестанет быть признаком, превратится просто в третий отрезок. То есть это стадия, где уже происходит дифференциация слова, но эта дифференциация не отрывна от конкретно субъектно-предикатного отношения. Когда мы говорим «девочка веселая» и «девочка бежит», то мы выделяем «ая» как признак свойства и «ит» как признак действия. Теперь у нас уже не просто «девочка веселая», и нет ничего, кроме «дерейного субъектно-предикат». А теперь уже предикат херенится далее. В предикате мы находим часть, которая сохраняет значение, собственно, предикатное. Это корень или основа слова, я в эти вещи врезать не могу, разумеется. Некая часть, которая сохраняет субъектно-предикатное отношение. «Девочка веселая», «девочка грустная» – это два разных предиката. И они необходимы друг для друга, чтобы предикатами быть «девочка бежит», «девочка сидит» – это тоже два разных предиката. Но кроме этого, и «бежит», и «сидит», и «сидит», и «бежит» тоже невозможно. Но кроме этого, мы еще в слове «предикатии» выделяем некий признак, обозначающий вид предикации. «Ая» – это предикация по свойству и, соответственно, сравнение по свойству. «Ид» – это предикация по действию и сравнение по действию. На этой стадии происходит движение сверху вниз, как мы говорили. То есть, чтобы различить «ая» и «ид», нужно сначала различить «веселая» и «бежит». То есть, фонемы мы различаем по стольку, поскольку различаем слова. Следовательно, сначала мы различаем слова, а зачем различаем фонемы. Движение происходит сверху вниз, и, различив сначала слова, а потом в словах, фонемы, мы тем самым получаем языковой признак, который на этой стадии, на стадии, которую я условно назвал геометрической, еще не отделен от конкретного высказывания. Веселая девочка бежит, грустная девочка сидит. Если на свете не было вообще никаких больших высказываний, мы все равно могли бы дифференцировать и сказать, что «ая» – это свойство, а «ид» – это действие. Вот только на свете две девочки, одна веселая, другая грустная, одна бежит, другая сидит, и больше на свете ничего нет. То есть, это стадия, когда признак, как в случае с отрезками, когда признак выделен, но не отличен от конкретного отношения, от конкретного этого субъектно-предикатного построения. Признак уже есть, но он не, ну, совершенно как в случае с двумя отрезками. Он не существует самостоятельно, а точнее, не существует отдельно от данного конкретного субъектно-предикатного высказывания. И, наконец, третья стадия – собственно-языковая. Вот нулевая стадия – это как бы доязыковая, когда логика в языке не нуждается, и вообще язык как бы не, вообще никак не проявляется в логике. Первая стадия – когда язык просто совпадает с логикой в силу субъектно-предикатной структуры, а как вы называете эту стадию, вот первую, которая? Ну, условно, логическое, потому что язык совпадает с логикой. А, потом геометрическое, а потом языковое? Да. Геометрическое? Это что значит? Уснул. Да нет, это просто именно название странное. Нет, это условное название, разумеется. Я сказал геометрическое, потому что геометрию мы выделяем. Ну, могу просто повторить. Большой отрезок – маленький отрезок. Да, понял. То есть признак уже есть, признак налицо. И мы называли его признаком, когда когда-то работали с отрезками. Я говорил, что это надо назвать признаком. Ну, признак не отделен от конкретного соотношения фигур. В данном случае отрезка. Тогда я на любую стадию как-то пропустил. У меня, получается, две. Первое – вот экологическое, да, с мир-какой отношения. И второе – геометрическое. Игорь, какая еще третья? Доязыковая, когда мы просто мыслим формами, но язык вообще еще не обнаруживается в качестве… Понятно. Но здесь я думаю, что это стадия развития языка. Ну, а нажалу нулевую, ну и пусть хочет, пусть так называют. Если речь о языке, то все-таки первое – это логическое, второе – геометрическое. Да, ну да, да. Ну, в некотором смысле, да. Доязыковая стадия мышления. Но не языка, да. Или так вот, как в классической философии, если есть доязыковая стадия, что просто языковая стадия разворачивает то, что есть доязыковой стадии, и ничего сама не добавляет. То есть фактически язык – это средство для выражения, и все. Да, ведь в философии классической вообще языке ничего не говорит. Мы там где-то со слезами подбираем, что Платон в двух местах там языке сказал Аристотель, буквально ничего не сказал языке. Ну, структуру обнаружил, что это предикатно. Но и все, как бы. Гегель тоже практически ничего языке не говорит. Кроме того, что иногда мысль… Ну, иногда он говорит, что мысль вообще невыразима в языке, иногда он говорит, что язык подсказывает нам некоторую мысль. Но все это, как бы, ну, изящное замечание. У него еще есть, что, дескать, метафора – это стершиеся понятия. Отличная такая метафора. Вот и супер. Ну, вот тут только замечание, конечно, можно скрести, но рассуждение в языке не случайно. У нас это получается. Это не случайно. Да, чистое мышление останавливается на предикации, а язык идет дальше, он конкретизирует предикацию. То есть это продолжение. Вот логика закончилась, субъектно-предикатным отношением. А язык – это… Теперь уже мы можем мыслить только в языке. После того, как мы выделили признаки, то есть говорим «веселое» и «грустное» – это сравнение по свойству, а «бежит» – «сидит» – это сравнение по действию. Здесь все, без «а» и «ид» мы вернемся просто к субъектно-предикатным отношениям. Теперь конкретизация предикации возможна только в языке. Как мы только убираем язык, мы возвращаемся просто в два предиката. Один предикат веселый, другой предикат бежит. Только сначала осознав, причем это тоже важно, сначала осознав грамматическую ситуацию, ну я расскажу про третью стадию сначала закончу, а то сбился. Третья стадия, когда «а» и «ид» существует самостоятельно, вне данной конкретно субъектно-предикатом построения. Причем самостоятельно не в том смысле, что она совсем летит в воздухе, а в том смысле, что «ая» всегда во всех словах означает свойство. Будь то веселое, будь то далекое, будь то красивое, все что угодно. Высокое. А «ид» всегда означает действие. Будь то бежит, или горит, или смешит. А вот разделение по родам, мужской, женский род. Тоже, конечно. Это языковое или логическое? Все, все языковое. Все. Это все конкретизация предикации. По роду, по виду, по возвратности. Когда мы говорим про логическое, то мы уже так выглядим, что вроде есть какая-то структура. А язык, он как? Он ущленяет еще более мелкую структуру, или на самом деле он вносит эту структуру? Ну, как у нас было, предмет становится в форме. Вот есть становление предметов в этой логической форме. Все понятно, здесь просто. Форма, как бы, она оформляет некоторого рода содержание. А в языке это как? То есть, что тут становится? Форма вносится, или что? Или форма светится, как бы, сквозь, как бы, вот эту логическую форму мы видим детали, как бы, более-то четкие детали. Влад, я обещал вернуться к логике. Обещал. Показать, как. Не, ну, вот это, конкретно вот это вот высказывание, наше главное, что в единственной форме, как висеть это? Я обещал это сделать. Я захочу языком, если можно так сказать, да, покончу языком, и потом попытаюсь включить наше общее построение. Я помню, где мы остановились. Мысль как бы, сознает себя как Кауза Суи. В этом месте мы остановились. С помощью языка происходит дальнейшее движение. Хотя куда уж, значит, двигаться? Мысль уже создала себя как Кауза Суи. Это куда уж теперь двигаться? И, тем не менее, с помощью языка мы можем двигаться в этом общем логическом движении. Я обещал это показать, я не покажу. Мы пока стоим на мысль сознает себя как Кауза Суи. И, соответственно, определяет собой предмет. Чтобы двинуться дальше в логике, мне нужно разобраться с языком. Потому что дальше, повторюсь, мысль движется уже в языке. Но удобнее, поэтому сначала все-таки разобраться, что такое язык. А потом... Вот еще вот такое маленькое замещение. В классической философии считается, что мышление и логика это, вообще говоря, более-менее тождественная область. То есть, насколько логика, насколько мышление растирается вообще, и насколько оно свои возможности осуществляет, насколько это и есть пределы логики. И наоборот. А тут получается, что вроде как мышление по ту сторону логики существует. Или это чисто терминологически родило? Ну, относительно Гегере, чисто терминологически, по-моему. Потому что Гегере сам не в формальной же логике он двигается, он создает свой мир и называет его логикой. А все это у нее чистая логика. То есть, чистые формы. То есть, как раз в нашей метафоре, что есть чистые формы, а есть языковые формы. Вот это развлечение. В смысле этого развлечения, мышление все-таки остается всегда в чистой форме. Или все-таки есть какие-то языковые формы, которые не являются логикой, они являются чистыми формами. И тем не менее, остаются мышления. Просто вот тоже есть помышление и логики, оно вот тут ставится под вопрос. Ну, у Гегера тоже есть помышление и логики. У нас, естественно, тоже. Мы можем назвать это логикой, это движение, просто потому что оно логично. Но есть логика в узком смысле слова. Это просто условное название. Назвало известный этап логикой. Когда вы... То есть, на самом деле, можно говорить так, что язык это тоже логика, только не такая формальная, да, вот как она, чистая логика, а это своего рода как бы более детальная. Детальная какая-то. Все, все другое. У нас была феноменология, мы ее закончили, начали и закончили. И с этого года мы начали заниматься мыслью. И это, условно, это мыслью, но и логикой. Хотя логика, конечно, поскольку у меня нет деления на... Как уделили на феноменологию логику. Поэтому уделение отыскивания чистой логики бессмысленное. Ну, предмет все равно присутствует и участвует, и становится, ну, совсем все другое. Условно говоря, вторая глава нашего движения можно назвать мышлением, можно назвать логикой. Но в этом условном смысле она заканчивает субъектным предикатами отношений, которые мы тоже выявили. Не, ну, можно считать, что языковая структура это тоже логика, просто в другом смысле логика чистого. Чего-чего? Ну, логика же может быть чистой формальной логикой, а может быть логика вот как-то она, смысловая, там, какая-то специфическая, там, диалетическая логика, неважно, как ее назвать. То есть то, что идет за пределы, вот чисто формально в этой схеме. Ну, вот я замечу, раз тема возникла, что, как у Гигеля нет никакого отношения к формальной логике в построении. Ну, никакого. Ну, или все движется через противоречие, и тут поискать что-то общее между формальной логикой и гигельской логикой безумств. Да и Гигеля сам смеется над формальной логикой. И то же самое и у нас. Абсолютно то же самое. У нас нет нигде пересечения. Если у нас субъект это вещь есть вещь, то это ни в коем случае не закон тождества. А равно А. Ни в коем случае. Потому что в логике А равно А предполагает одно А. А у нас в ситуации вещи есть, где в простанции расположены вещи. но у нас только другая ситуация, что у нас субъектом является, или если угодно основным законом логики является вещь есть, то есть отношение с собой. Или отношение тождества, как я говорю иногда. Это закон мышления, который никак не соотнести с этим А равно А. А все остальные законы логики известны выводимые из закона тождества. Срок говоря, в логике один закон, формальный. Но никакой потребности в этой логике мы так и не испытали, хотя уже закончили период мышления, ничем она нам не помогла, ничего общего мы не находим. Точно так же есть абсолютно ничего общего с Гегелем, потому что у Гегеля есть отношение с собой, но у Гегеля отношение с собой предполагает отношение с иным. Это знаменитое место, сознание соотносится с чем-то, отличает от себя нечто, чем оно в то же время соотносится. Это у Гегеля с идеологическое построение. То есть отношение с собой, во-первых, это свойство сознания и самосознания. У нас отношение с собой это вещь равно вещь. Вещь есть вещь. А во-вторых, у Гегеля, когда он говорит об отношении с собой, предполагает тоже время отличения того, с чем ты соотносишься, соотносишься как с собой. Это совершенно другое построение, даже не знаю, как, опять же, вот, ну, бессмысленно, на мой взгляд, бессмысленно сравнивать. Просто другое построение. Это все равно, что взять, там, не знаю, спинозу и лебницу и попытаться найти из-за общего. Может быть, там можно найти, я тоже не вижу, но такая система и система. Когда мы оказываемся в ситуации построения системы, а не просто разрабатывания какой-то части чужой системы, то нам надо примириться. Раз уж только зашел разговор, я позволю себе, такой Филиппик у некоторых. Раз уж взялись строить систему, а другие системы, грубо говоря, надо забыть. То есть, можно, конечно, посмотреть, в чем именно разница. У Гегера действительно есть отношение с собой. Форма и логика это вообще бессмысленное высказывание. У Гегера это осмысленное высказывание. Но Гегер понимает так, а мы понимаем так. Полезно дать отчет в этом. Но думать, что мы найдем какие-то вот содержательные, как полезно думать, что есть монизм, есть дуализм, есть там, черта ступит, чего есть феврализм. Но они все равно остаются разными системами. Попытка через одну систему понять другую систему абсолютно бессмысленна. ну хорошо. Значит, третья стадия языка, собственно, языковая стадия, это когда есть признаки чего? Видов предикации. Ай и Ид это признаки видов предикации. Они выделены на второй стадии, на геометрической. Я уже сказал, что было бы одно на свете единственное высказывание веселая девочка бежит, грустная девочка сидит, это уже было бы выделены признаки. на третьей стадии эти признаки становятся самостоятельными в том смысле, повторю, в том смысле, что они применимы ну скажем так, ко многим словам. То есть они независимы в смысле своей универсальности, в смысле своей всеобщности. Они становятся устойчивыми. Вот сами признаки становятся устойчивыми и в качестве таковых можно их чисто формально прослеживать. Да, да, да. Но главное здесь слово все-таки всеобщность, потому что они были устойчивыми в этом единственном высказывании у девочек. Они были ясно выделены и существовали. Устойчивость в том смысле, что слова меняются, а это остается. То есть устойчиво в смысле всеобщности. Они ясно были выделены на второй стадии, а на третьей они получили статус всеобщности. Берем слово, добавляем и, то получаем действие. Берем слово, добавляем ая, получаем свойство. Берем глагол, добавляем вся, получаем возвратность. Выбираем вся, получаем невозвратность. Мне думается, я думаю. И так совсем, в продажном, сроду. И как я замечал, что здесь важно? Здесь важно то, что мы осознаем вид предикации через понимание средств языка. вот эта разница между свойством и действием существует только в отношении ая и иит. Я уже сказал сегодня, но я и просто раз говорил, что это наиважнейшее место. Различие между свойством, между двумя видами предикации по свойству и по действию существует только в ая и иит. если вы перестанете слова членить на окончание флексии, на суффиксы корня, префиксы, приставки, если вы перестанете членить, все, вы вернетесь в логическую стадию. «Веселый и бежит» будет просто два предикации. То есть мы сначала осознаем грамматическую форму, а затем и вследствие этого относим к тому или иному виду предикации. Убираем языковые средства, перестаем их осознавать, отдавать себе отчет в них, в этом ая, который всегда ая. и когда веселое, и когда далекое, и глупое всегда ая. Лучше говорить «веселое» «веселит». Потому что один и тот же говорю. Я говорю «берешь слово и добавляешь ая – получается свойство, добавляешь ид – получается действие». Добавляешь себя – получается возвратность, убираешь себя – получается совершенный вид, несовершенный вид. И так совсем корень, например, здесь вот веселит и веселый, единый корень, он откуда берётся? Сам-то корень откуда взялся? — Корень — это часть слова, ну, как правило, я имею в виду. — Не-не, это понятно. Вот веселит и веселый — один и тот же корень. Словообразование, как раз, как Вы говорите, оно связано с плечами, окончанием. А сам-то корень откуда взялся? Логически? — Это логическая стадия. То, что девушка веселая, а не грустная — это просто смысл. Это просто два разных свойства девочки. Одна девочка обладает этим свойством, другая — этим свойством. Когда мы берём грустное и грустит, то мы уже работаем с видами предикатов. На логическую стадию язык, как я говорю, является продолжением логики. Он сохраняет в себе субъектно-предикатовую структуру, естественно. Она важна, потому что всё равно высказывание остаётся высказывание. Это всё равно что-то о чём-то. А Аристофель прав. И то, что говорится, и то, о чём говорится. Здесь никуда не денешься. Но сохраняя логическую структуру язык, её конкретизируют. Причём, когда я говорю, что язык конкретизирует предикацию, то я попадаю в компанию к идиотам. Чего очень не хотелось бы. Потому что только ленивые, излагая такие философии языка, не скажут, что вот у якутов сто названий снега. А у нас только десять названий снега, потому что якуты, а ленивоты. Вот это никто не обойдёт, эту мысль. Причём, она всегда излагается самым серьёзным видом. Как такое глубочайшее замечание о сущности языка. В этих, может быть, не идиотских, но с идиотской серьёзностью делаемых высказываниях, речь идёт о содержательной конкретизации, предикации. Якуты-олениводы, у них снег бывает сто предикатов и снега. Мы, слава Богу, не о илениводы, у нас только десять. Это содержательная предикация, о которой я не говорю вовсе и, не дай Бог, не буду говорить никогда. А я говорю о формальной конкретизации предикации. То есть выделение видов предикации. Не увеличение количества предикатов к одному субъекту, а различение видов предикации. То есть формальная конкретизация предикации. А они, дай Бог, не содержательные. А они, дай Бог, не содержательные. Значит, на второй стадии становления языка мы вычленяем признаки видов предикации, а на третьей, собственно, языковой стадии, мы эти признаки видов предикации наделяем свойством всеобщности, делаем всеобщими, то есть в каком-то смысле самостоятельными, самостоятельными в смысле всеобщности. Если на второй стадии движение идет сверху вниз, от слова к слогам, то на третьей стадии, скорее наоборот, мы выделяем слоги как нечто независимое у слов, и сначала соотносим слоги, а затем соотносим слова. Сначала соотносим аяид как признак свойства и признак действия, а потом веселое бежит, соотносим, как происходит оборачивание ситуации. Выделив признаки, мы наделяем их статусом всеобщности, и происходит некое оборачивание ситуации. Сначала аяид, а потом веселое бежит. Что касается тонкости языка, Буат в прошлый раз совершенно справедливо указал, что общее суждение заключается в том, что язык это непознаваемая стихия и тайна-тайна. Все это знают. Потому что там... Есть забавно, мы взяли восприятие, которое не то чтобы просто, но по крайней мере вот ситуацию с формой форм, по-рисоветски, с единственной приличной концепцией восприятия, я могу объяснить даже не только студентам, но и школьникам. Один стратегий классу точно могу объяснить, я пробовал. А вот то, что мы сделали с восприятия, когда отношение тьма и света сохраняется, и при этом происходит переход от более светлого к темному, это лишено, скажем так, это еще сложнее. То есть мы усложнили, взяли восприятие и усложнили. А с языком противоположная ситуация, про язык. Просто я все знаю, что оно, в общем-то, объяснимо. А мы сделали его почти не объяснимо. Ну вот, по крайней мере, все аналогично не представляют. А с языком все наоборот. Все знают, что язык... Не знаем и никогда не узнаем про язык. Ничего. Но на самом деле мы делаем попытку... ...свести это вполне понятной, не очень сложной, не очень большой системе. Например, интонация. Балат говорил в прошлый раз. Интонация, это чаще всего, как я понимаю, наклонение. Иди. Типа, было бы хорошо, чтобы ты, засранец, наконец пошел. Ну, это возлагательное наклонение. И иди. Если милики сейчас не поешь, я тебя сгушу уху. То есть повелительное наклонение. Со всеми тонкостями, которые могут быть заключены. То есть, когда мы берем интонацию не просто как звук, как шум моря. И в этом смысле должен рычавать, и ваша кошка не интонирует. Если мы берем интонацию как языковое явление, то мы обязательно должны наделить его видом претикации. А наклонение – это один из видов претикации. Созлагательное, изъявительное, повелительное. Слава Богу. Если мы... Не бывает еще желательное в греческом языке? Нет, ну, я только ничего с русским языком. Да, то, что в разных языках совершенно разные. Часто бывают совершенно разные. То есть, по телу сбору выражаются там... Желательно наклонение. Но опять же, языки различаются. А таки. Как я хочу утверждать, языки различаются тоже видами претикации. Ничем не будет. А видами претикации. Что в одном языке дифференцированного, разведено там. В одном языке есть возвратность, в другом нет возвратности. Ну и все. Номесчан не может сказать, мне думается. Может, только я думаю. Или кто как-то косвенно говорит в языке это. Нет возвратности и не надо. Потому что она есть. То есть, в сущности, вы предлагаете такой инструмент познания языка. А именно, та или иная языковая или грамматическая особенность, следует понять, какой вид претикации она в себе несет. Да. Как только мы это понимаем, мы начинаем дальше гораздо успешнее понимать, так сказать, устройство языка. Ну, собственно, устройство языка и заключается в различении вида претикации. Ну, когда мы это делаем явно, просто-напросто, то все идет веселее. Метафора. У вас завел меня, я... Метафора. Девочка летит. Метафора. Девочка летит, как птица. То есть, девочка летит, и птица летит. Смысл метафоры не в том, что девочка бежит так легко и стремительно, как птица летит. Так нельзя сказать. Не в этом смысле. Тогда это было бы сравнение свойств. Девочка бежит, легко и стремительно, птица летит, легко и стремительно, следовательно, пек и полет одно и то же. Но сравнение свойствий не есть метафора. Смысл метафоры, видимо, в том, что... Потому что девочка летит. Не бежит так же быстро и стремительно, как птица летит. Так не получается. А девочка летит. Если мы поймем метафору, как сравнение свойств, то, во-первых, сразу понятно, что это глупость. Что метафора не есть сравнение свойств. Что помидор круглый и яблоко круглые, помидор круглый как яблоко, это не метафора. Это просто сравнение свойств. А во-вторых, мы с вами хорошо знаем, что в нашей концепции нет одинаковых свойств. Помните, да? Если два близнеца ничем не различаются, то они остаются на стадии вещь есть вещь. Отношение с собой, вещь есть вещь, яйца основы для сравнения свойств, но свойства различают, делают различия. Субъектом является вещь есть вещь, а предикатом является вещь красная и круглая, назовем помидор. Вещь продолговатая и зеленая, назовем эту вещь огурет. Дальше помидор из помидора, основание для сравнения двух разных помидоров, один темнее, другой светлее. То есть в нашем построении нет одинаковых свойств. И сравнение одинаковых свойств исключено. В нашем построении оно не продвигает никуда. Я все повторюсь, на стадии двухэлектронов. Электрон есть электрон, если они одинаковые, то они просто в пространстве разведены и остаются вещами. Или просто электрон есть электрон, или там близнец есть близнец. Так что, во-первых, метафора не и есть сравнение свойств, даже если предполагать, что свойства бывают одинаковыми, как думают многие. Нормализм грязный состоит в том, что у вещей бывают общие свойства и различные свойства. То есть это слишком очевидно для здравого смысла. Даже если оставаться на здравом смысле, все-таки понятно, что метафора не есть схожих свойств. А во-вторых, по делу общих свойств не бывает. И тем не менее, что мы имеем? Девочка летит и птица летит. Вдумываемся в саму метафору. Значит ли это, что девочка – птица? Нет, не значит. Сравниваются предикаты. Девочка не становится птицей. Смысл метафоры, если мы немножко подумаем. Смысл метафоры не в том, что девочка превратилась в птицу, но они одинаково действуют. Они обе летят. Иначе метафоры разрушаются. Птица летит и девочка летит, оставаясь девочкой, и становясь при этом птицей. То есть метафора предполагает предикацию. То есть сравнение по предикату. Девочка летит и сравнение девочки с птицей по предикату. Оттождествление предикату. Получается ситуация, которая, казалось бы, в нашем построении исключена. Двум разным субъектам приписываются одинаковые предикаты. Как это возможно? Это возможно только при условии, если в нашем построении. Как это возможно? Если предикат стал вещью. Нет, это не произошло. Девочка не стала птицей. Нет, нет. Я что хочу сказать, что когда вещь есть вещь, вещь есть вещь выступает основанием для сравнения свойств, то, конечно, нет общих свойств, но есть нечто общее, есть простое равенство вещи как вещи. А предикаты вещей на этом фундаменте можно сравнивать. А если происходит обратное, когда предметы два очевидно разных, но у них совпадает предикат, это означает, что предикат нами сделан, мы к нему отнеслись, как к вещи. А предметы выступают в качестве свойства этой новой вещи. То есть, девочка является свойством полета, как птица является свойством полета. Ну, я так не думал, я просто не сообразил, что действительно в нашем построении субъекта должно быть все-таки отношение тоже со вещей. А в метафоре получается, что двум разным вещам приписывается одно и то же свойство. То есть, обратно, действительно обратная ситуация, я ее не заметил. Но если ее все-таки оставить так, как есть, как задается метафора, девочка летит, оставаясь девочкой, птица летит, будучи естественной птицей. То как возможно, что у разных вещей одинаковый предикат? Это возможно, по-видимому, только в том случае, если предикаты связаны отношением, опосредованным, причем опосредованным каким-то определенным отношением. Не отношением тождества. Они только что ничего не решают, потому что она решает только, что полет девочки и полет птицы находится в разных местах. Птица здесь летит, а девочка здесь летит. Это будет отношение тождества двух предикатов. А это отношение должно быть определено, иметь название. И вот я утверждаю, что опосредование заключается в осознании того, что тут и тут и тут, что то и другое действие. Когда мы понимаем, что девочка одно и то же действие, просто действие. Летит, одно и то же действие. Когда мы берем бежит, летит, девочка бежит, птица летит, мы сравниваем бежит и летит по суффиксу. Оба и, значит, тип предикации действия. Если мы сравним по свойству и получается, что бежит и летит это один и тот же вид предикации, то получается, что может быть летит-летит. Если может быть летит-бежит, не по содержанию, а формально, по ит, по суффиксу, по признаку вида предикации. Если возможно бежит-летит, то возможно летит-летит. То есть девочка летит и птица летит опосредованным ит-действием, опосредованным сознанием вида предикации. Таким образом метафора задается опосредованием. Метафора это утверждение, ситуация метафоры это от двух разных субъектов утверждается один и тот же предикат. Это метафора. От двух разных субъектов девочка летит. Это значит, что от двух разных субъектов вещах сказывается одно, один и тот же предикат. и далее, как это возможно? Это возможно потому, что мы сознаем, каков вид предикатации. Если мы не сознаем, какой вид предикатации, получается просто о двух вещах одинаковые свойства, что невозможно. в одних вещах одинаковые свойства невозможно. Это же не просто одинаковые вещи. А возможно это потому, что мы осознаем вид предикатации. Каким образом метафора это утверждение одного и того же о разных субъектах, это утверждение опосредовано осознанием вида предикатации. Вот у меня так получилось. То есть совсем опять же не похоже ни на какие определения. Ну, нет определения. Нет, просто слово бежит. Любой же субъект может существовать это действует. Бежит там Олег, там Дима, там Вася и все и прочее. Все бежат и все бегут. То есть получается, что не важно кто бежит. Важно, что просто бежит. И что? Нет, тут как бы мысль Игорь, который сказал, что может быть здесь субсантивируется вот это действие бежит. И она становится такой псевдовещью. Что есть какая-то вещь, которая существует, как бы она есть. Которая бежит как некого рода самостоятельное нечто такое, которое можно что-то с ним делать, как с вещью. претекцирует наоборот, претекцирует субъект. То есть притягивает субъект. Если бежит виртуально, то с ним можно любого субъекта присоединить. Причем это чисто только в языке возможно. Потому что понятно, что никакой бежит, никакой такой вещи нет. Но виртуальном языке такая вещь есть и ты можешь любой субъект перетягивать. Только при условии только в этой форме, которую я предложил. На мой взгляд, разумеется, то есть в форме метафоры. Если вода бежит, то это значит, что девочка бежит и вода бежит. Если дыхание струится, то значит вода струится и дыхание струится. То есть мы все равно один дегикат применяем любая метафора на мой взгляд объясняется имеет эту структуру. Как ее объяснить с нашей точки древности? Это второй вопрос. попытался объяснить не так удачно, но объяснил не так удачно, а то, что метафора имеет эту структуру, на мой взгляд, это очевидно. Нет, этого недостаточно, потому что ну вот как Влад приводил пример, что девочка бежит и мальчик бежит. В этом нет никакой метафоры не к девочке. Поэтому здесь еще важно, чтобы вот этот вот предикат был как бы присвоен одному субъекту собственным образом, а другому субъекту не собственным образом. то есть, ну я не знаю, как тут сказать точнее. вообще говоря, девочки не летают, но девочка летит дает ясную метафору. Если участвует девочка, птица летит, бежит. Для птицы естественно лететь, для девочки естественно бежать. И только если мы говорим, что птица бежит, а девочка летит, получается метафора. только так, только если мы содержательно несвойственную предикацию устраиваем. Ну не предикацию, предикация это все та же действие, а просто содержательно другой предикат, несвойственный. Да, я принимаю, что инструктура не получилась, потому что моя формулировка верна, но недостаточно. Мало, мало. Да, действительно и мальчик бежит, и девочка бежит, два раза. Выражалось сейчас способом, что девочка не птица. То есть в случае данного получается, что мальчик и девочка это один предмет в общем-то. Тот бежит, и другой бежит одинаково. Так, как девочки если вы летите применение девочки и птицы, то разница предметов означает то, что летит здесь в разном смысле. Тоже верно, потому что мальчик и девочка это ситуация, наша классическая ситуация, вещь есть вещь. Данцы, человек, человек, один человек бежит быстрее, другой медленный, тот и быстрее, это мальчик. Это просто ситуация, действительно, когда я говорю, просто я не понял этого. А когда я говорю, что разные предметы, это действительно имеется в виду, что между девочкой и птицей нельзя поставить ситуацию вещь есть вещь. То есть, можно сказать, что живой есть живой, но это другой разговор, опять же, не требующий метафоры. Метафор предполагает разные вещи, а разные вещи означают, что между ними нет, как вы сказали с самого начала, что все переворачивается. Нельзя поставить отношение тождества в данной ситуации между девочкой и птицей. И тем вещам, между которыми нельзя поставить отношение, тоже надо подумать, как они определяются при этом, они как-то внутри себя определяются. Помидор есть помидор, помните, да? Огурец есть огурец. Мы теперь берем помидор и огурец и говорим что-нибудь метафорическое. Метафорическое, значит, переписываем помидор и огурец одинаковые свойства. А может быть бежит и все уроды действия это все-таки не предикаты? Потому что предикаты все правильно, не свойства. Вот есть девочка, да, у нее есть какие-то свойства. А бежит она, стоит и что-то делает, это не свойства ее, это ее предикаты в отношении к тому, что является она. То есть есть она со своими свойствами, а есть как бы ее действия. Ну да, но действия это еще один из видов предикации. Правильно, но не свойства. Не свойства, да. У нас об этом когда говорили есть вещь, мы имеем в виду, что бежит получается вроде как свойства. Нет, просто на стадии вещь есть вещь, у нас есть единственный смысл предикации, предикации свойства. И только язык дает нам инструменты для развлечения разных видов предикации свойства, действия и т.д. Модальности. Просто если бежит это не свойства девочки, то в чем проблема, что бежать могут другие? Это предикация, мы будем продиксировать, кому угодно бежать, можно продиксировать. Даже какую-то построить фразу какую-то бессмысленную, стул бежит, все что угодно можно бежать, продиксировать. Насколько это не свойства стула, это некое предикация. Можно просто даже бессмыслить. Нет, это правда. Вопрос как бы про метафору, как бы в каком случае эта предикация становится метафорой. Это про метафору, а можно еще круче сказать, нонсенс, да? Говоришь просто какую-нибудь фразу, как в прошлый раз говорили, какие-то там кто-то там что-то там делали. Глокая куздра. Да, да, да. Нет, но это не нонсенс. Нонсенс, кстати, интересный. Это еще круче, просто если с нонсенсом разобраться. Это можно подумать. Но только надо поаккуратнее сформулировать, что есть нонсенс. То есть бессмыслиться. То, что нам вроде понятно, но бессмысленно. в грамматическом смысле мы понимаем, что некий кто-то что-то делает, да? Как же? А скажем, что смысл этого не понятно? Что же он делает и как именно? Значит, если вернуться к метафоре, то трудно заключается в том, чтобы понять, что такое другая вещь. Но может, это и возможно, потому что мы уже как строили свои вещи и вещь. Помидор есть помидор, огурец есть огурец. отношение вещи и вещь конкретизируется не отношением помидора-огурца, отношением темного помидора и более светлого помидора. Но помидор с огурцом не связываются. Красный и круглая вещь это помидор, зеленая продогловато это огурец и дальше идет отношение помидор к помидору, помидор есть помидор, который является основанием для развлечения помидора более темного и более красного и менее темно-красного и светло-красного. Огурец и огурец являются основанием для взочтения, что один там светло-зеленый и темно-зеленый и так далее. Но помидор с огурцом это разные вещи, между которыми нет отношения тоже лица. Также мы получаем девочку и птицу. Живое есть живое, живое с крыльями это птица, живое с ногами это девочка, а девочка и птица остаются разными вещами, потому что между ними нет отношения к творчеству. Живое есть живое, но оно подойти киросу в отношении. Птица есть птица, которая делится на таких-то и таких-то, на хищных и нехищных, девочка тоже на что-нибудь делится, но девочка и птица иначе как через живое и живое не соотносятся, между ними нет отношения к творчеству, и возникает эта вот ситуация, разные вещи, которым приписываются одинаковые предикаты. Для одной вещи этот предикат естественен, для второй он действительно условен. Но смысл метафора все-таки в том, что девочка, оставаясь девочкой, летит. То есть совершенно тот же предикат, он не просто летит как птица, а девочке летит именно как птица. Я это пока понял, всем башку сломал. Чуть не умер, пока догадался, что делает миловизм. Получается, что ее язык все-таки запутывает. И одно из предикатов, который различается только чисто и одинаков. Мы понимаем, как бы его различаем, но фактически это одинаковый. тоже предается разным вещам, разным субъектам. То есть язык не удерживает суть вопроса. Только мы знаем эту суть, а язык нет. Язык летит, предифицирует и девочки, и птицы. И в самом языке ничего сказать не может. Почему это возможно? И вообще что это означает? И только мы как бы догадываемся, мы как-то мним, мы как-то понимаем, о чем идет речь. То есть получается, язык не справляется с тем, что хотел бы выразить. Потому что по сути он должен был бы указать на различие, а он указывает на то же самое. Потому что действительно изначально и девочки, и птицы различены. И естественно летят они по-разному как-то. Но язык нам говорит об одном и том же. то есть язык не справится. Ну это если я не справился. Если я не был убедителен. Потому что я-то говорил, что металлова возможно именно потому, что происходит, как возможно двум вещам приписать одинаковые свойства. Если одинаковых свойств вообще не бывает. Только при условии, если эти предикаты опосредованы и они действительно опосредованы сознанием ит. Сознанием грамматической формы, которая указывает на действие. Бежит, летит опосредованно языком. Антитологическая ошибка получается. Логика должна была сохраниться, вы говорите. Логика нарушена. Один и тот же разные субъекты. Это имеет один и тот же предикат. Это противоречие. В языке нет. Благодаря языку, я пытаюсь это утверждать, может быть, я не прав, разумеется, но в языке это не прочеловечие, потому что то и другое ит. Потому что мы сначала понимаем ит, а потом, как мы говорили, сначала понимаем ит, а потом бежит, летит. Сначала относим к определянению к предикации на третьей стадии. То есть просто действует как бы, да? Да. Сначала ит, ит, но если в общей форме сначала ит, а потом уже там веселый и веселый. Ну, кстати, в метафоре происходит то же самое. Летит, летит, потому что сначала ит, это опосредование удерживает, позволяет нам делать одинаковые утверждения, безлика не получится действительно. То есть получается, что все-таки язык, он по ту сторону логика, потому что он как бы не просто дополняет логику, а он ее существенно расширяет и даже уходит за пределы ее возможностей. Но это точно, что язык шире логики, это знают все. Непонятно, в чем шире, то, что язык шире логики, это понятно, да. В языке могут быть без субъекта притекатные высказывания, типа, вечереют. Что форма может быть как бы не просто логическая, а какой-то специфический такой, что логика ее не может никому против. Ну вот мы говорили в прошлый раз об этой ситуации, когда далекая звезда горит, веселая девочка бежит. Не знаю, противоречивания логики нет. Вы говорили, что нет противоречивания, что логика это сидит только за формальными связями. Но, по крайней мере, смысл-то это противоречит. По смыслу высказываний нет. Поставить их рядом мы понимаем, что мы ничего не сказали. Они не связаны, эти высказывания. Просто не связаны. Потому что далекое и веселое никак не связаны. Бежит и летит никак не связаны между собой. Несоотносимо как звук со светом. Эти высказывания в смысловом отношении, не знаю, как грамматическом, в смысловом отношении никак не связаны. А в языковом отношении связаны совершенно очевидно. Глупая пуза. смысла нет, а языковая форма налицо. Но еще раз, мы сначала устанавливаем it-it, а потом бежит летит. И поэтому, на мой взгляд, может быть, и летит-летит. Если сначала установлено опосредование языковой формы it-it, которое, разумеется, существует только в отношении с ай, а там и чем-то еще, но взялся конкретно эту ситуацию. Сначала it-it, а потом бежит летит. Сначала it-it, а потом летит-летит. И вроде бы даже как бы опосредование, я скажу еще раз, заключается в осознании типа предикации. А это и есть суть языка. тип предикации. Если бы мы не осознали тип предикации, мы никогда не могли бы сказать девочка летит. Уберите язык, и вы это не скажете. Девочки не летают, как Игорь совершенно нудро. Заметил? Какой для меня? Веска, Игорь. Своевременная веска. Заметил. Ладно, все до сегодня. Уже переработали свой час. В следующий раз я все-таки постараюсь действительно удовлетворить нетерпение всех и вернуться к логике и зачем понадобился язык. Ну, если бы не придумали что-нибудь про язык еще интересного. Метафора же важная вещь, потому что всякие гиперболы это те же метафоры. Идет такой слон про человека. Понятно? Важно понять, что он идет не как слон, а он небольшой, как слон, а он именно большой, точно такой же большой, как слон. В смысле метафора. Оставаясь человеком, он точно такой же большой и неуклюжий, как слон. А не просто, так сказать, похож на слона. Большой. Тогда не будет метафора. Похоже с ним метафора. Похоже, что это приписывание разным субъектам одинаковых предикаций. Поэтому идет такое слон, это означает, что это человек большой, точно так же, как и слон. По словам новыми размерами. Может быть, метафора и вообще другие тропы это такие еще одни формы удержания развлечения или еще одни формы мысли, которые предоставляет язык. Потому что флексии позволяют удерживать различия видов предикации. И похожие функции есть у метафоры и у прочих тропов тогда. Не то, что похожие, но от какого-то такого духа. Можно подумать, я только начинаю. Тут я вас не опережаю, я буквально на живую нитку двигаюсь.